Регион, который вы представляете, очень развитый и требовательный, многообразный, и результаты ваши впечатляющие, которых вы вместе с вашими единомышленниками добились его развития. Высокий уровень доверия людей, искреннее уважение к вам. Я об этом наслышал. Мы очень часто с президентом России, ведя переговоры, вы это тоже знаете, мы часто вам звоним во время переговоров. Спасибо вам за поддержку. Сотрудничество Беларуси и Ленинградской области в реализации наших договоренностей может быть просто примером того, как надо сотрудничать. Регион надежный партнер. Вы всегда держите слово, доводите начатое до логического завершения. Об этом свидетельствуют и цифры. Вот мне дали данные. Товарооборот перешагнул 700 миллионов долларов. Это очень высокий уровень. Очень широкий у нас фронт работы в агропромышленном секторе. И хоть мы издревле, с советских времен, конкуренты, так сказать, потому что уровень развития Ленинградской области весьма высокий. Я помню, что работая в сельском хозяйстве, мы всегда влаговением представляли, насколько развито у вас племенное дело. Мы в этом плане готовы с вами сотрудничать. И если есть хоть малейшая возможность нам у вас закупать племенной скот, опыт ваш перенимать, мы с удовольствием будем придерживаться этой линии. В свою очередь мы готовы сотрудничать по селекции сельскохозяйственных культур. Можем предложить, вы знаете, наши возможности. Как у вас в племенном деле животных, так и по селекции сельскохозяйственных культур мы имеем очень высокий уровень. Еще один очень такой проект интересный, на мой взгляд, решение производства малька ценных пород риф. Ну, как у нас говорят, это золотая жила, которую надо разрабатывать совместно. В Могилеве у нас хорошая производственная база. Под потребности Ленинградской области можем кратно увеличить объемы выращивания. Уход с нашего общего рынка западных компаний дает нам дополнительные возможности по всем направлениям. Мы готовы активно включаться в работу в таких емких секторах экономики, как жилищное, промышленное, дорожное, инфраструктурное строительство, которое вы определили в качестве основных направлений, драйверов экономического роста региона. Мы можем поставлять не только дорожную технику и строительную, но и брать на себя соответствующий подряд в этих областях. Есть хороший пример, когда область поддержала Беларусь и выбрала наших производителей в качестве подрядчиков на выполнение работ по строительству модульных станций водоочистки и водоподготовки. Мы очень заинтересованы в этих проектах. Если вас наша работа устраивает, мы с большим удовольствием продолжим ее на земле Ленинградской области. Готовы строить социальные объекты, в планах, как вы знаете, возведения школы на 825 мест в Ломоносовском районе. Белорусские компании, которые специализируются на возведении промышленных объектов, участвуют в строительстве Ленинградской области, правда, пока на субподряде. Но если будет необходимость, мы готовы под ключ с момента проектирования и под ключ сдать любой промышленный объект. Прежде чем детально обсудить направление, интересующее вас, хотел бы особенно поблагодарить вас, Александр Юрьевич, за реализацию очень важного, знакового для нас дела – передачу земли с захоронений советских воинов, погибших на Невском пятачке. Там, как известно, каждый сантиметр пропитан кровью наших советских людей. Так мы вместе увековечиваем память о Великой Отечественной войне и подвиге наших солдат-победителей. Сейчас, как ни странно, это выходит на первый план. Это очень важно, потому что много желающих не просто исказить историю, но и некоторые наши подвиги предать забвению. Мы ни в коем случае не должны поддаваться на подобные уловки, знаем, чего они уже от нас хотят. Поэтому будем действовать в том направлении, в котором нам нужно, для того, чтобы не было стыдно бежать нашими сыновьями. Чтобы те, кто придут нам на смену, спасибо сказали за эту память. Слово Марсан Юрьевич, любые вопросы, которые мы можем реализовать для вашей области, мы готовы не просто обсуждать, подставить плечо. Знаю, что и вы со своей стороны готовы поддержать Беларусь по тем направлениям, которые вызывают у нас интерес. Еще раз благодарю вас за то, что вы приехали в Беларусь. Очень надеюсь, что этот визит будет очень продуктивным. И знаете, что мы для этого все сделаем, что необходимо для вас. Спасибо. Спасибо огромное, уважаемый Александр Григорьевич. Для меня большая честь и для всей нашей делегации встретиться с вами. И я хочу сказать, что мы последовательно выполняем те поручения, которые вы нам даете уже на протяжении 10 лет. Работа нашей совместной комиссии Беларусь-Ленинградская область по развитию экономических, социальных, культурных связей. И на одной из встреч вы сказали, что первая вам задача выйти на 500-миллионный оборот, а затем на 700-миллионный оборот. И вот я хочу доложить, что действительно мы эту задачу поэтапно выполняем. Я хочу вас процитировать как классика, разрешите мне это сделать. Вы точно отметили одну вещь, которая мне очень запала. Это на заседании Высшего Евразийского экономического совета 27 мая. Вы сказали, мы не просто обязаны сплотиться и действовать единым фронтом. Это нужно всем. И иного не дано. Если мы хотим сохранить свою государственность, наш союз и на самом деле думаем о благе своих народов, мы должны это сделать. Вот вы знаете, это абсолютно правильные слова. И вот в этой ситуации, конечно же, и каждый регион Белоруссии и России должен сделать все возможное, чтобы мы развивались на благо наших людей и экономически, и социально, и культурно. И, конечно, показали всем врагам назло, что и в этих условиях мы еще можем, извините за основу, круче работать и круче давать результат. Хочу сказать, что действительно для нас Беларусь вышла на первое место как стратегический партнер. И по итогам 2021 года мы первое место по импорту и второе место по экспорту имеем в Беларуси. У нас не было никогда таких цифр. То есть действительно такое серьезное продвижение вперед и очень хороший потенциал по первым пяти месяцев. Мы это видим, уже обсуждаем с Вашими коллегами. И хочу сказать, что, конечно, у нас появляются и новые перспективы для сотрудничества. По итогам прошлого года Ленинградская область заняла первое место в Российской Федерации по строительству жилья на одного жителя. И мы входим в первую пятерку на третьем месте по объемам. Но сегодня из-за определенных недружественных действий, а у нас есть проблемы, например, с грузовыми лифтами, у нас сегодня мы много строим жилья и, конечно, мы очень рассчитываем на поддержку Могилевского завода. Мы сегодня активно смотрим на дорожную технику, на автобусы, даже более активно, чем это было, например, год или два года назад. У нас действительно появился первый опыт совместного строительства социальных объектов. Школа на 825 мест, а в поселке городского типа Новоселье, это, мне кажется, первый такой этап. Сотрудничество вообще, я хочу сказать, что нам нужно внимательно проанализировать нашу адресную программу. Не случайно я взял целую команду ребят, кто мне отвечает за строительный блок. А для того, чтобы посмотреть и те объекты, которые строители могут в Беларуси взять на уже ген подряд, надо это, конечно, обязательно делать. Тем более, что отличает белорусскую сторону, это очень хорошее соотношение цена-качество. Но об этом даже не надо говорить, это уже как аксиома, то есть теорема, не требующая доказательства. Очень интересный план в сотрудничестве, конечно же, рыборазведения. Мы вышли на третье место в России по производству форели, но у нас есть проблема, вы правильно обозначили, это малек. Мы его покупали до недавнего времени в тех странах, которые сегодня заняли недружественную позицию. Как я иногда говорю, стреляют сами себе в ногу, но, думаю, осознание когда-то придет. Поэтому, конечно, вот это направление очень и очень перспективно.